Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости. С вами в студии Виталий Волков. Основные темы выпуска. Очень устала и именно хотела сюда, потому что тоже хотели слухи по поводу, что ротом закрывается. Закрытие роддома. Ложь или правда? Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УВД России по Смоленской области. Райский сад для наркоманов. В Смоленской области нашли поле конопли. Сводка криминальной обстановки в городе. Каждый голос, который будет при голосовании, важен для проекта «Слава Созидателей». Ясногорск может получить грант в размере 10 миллионов рублей. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Любой город – это большой гудящий улей. Десногорск в этом плане не является исключением. Новости в нем распространяются со скоростью молнии. Правда, всегда ли они достоверны, или это просто слухи. А ведь среди них есть и те, которые очень беспокоят десногорцев. Разговоры о закрытии роддома не утихают уже несколько недель. Наша съемочная группа выяснила, как на самом деле обстоят дела. Для начала Десногорское акушерское отделение или роддом принимает не только местных рожениц. К нам приезжают женщины из Росольского и Споздеменского районов, близлежащих сел и деревень. С января по август этого года акушеры Десногорска приняли 226 маленьких смолян, 100 девочек и 126 мальчиков. В сентябре уже появились на свет в стенах нашего роддома еще 18 малышей. И тем не менее, слухи о закрытии отделения витают по городу. Слухи слухами. А кто владеет достоверной информацией, что наш роддом закрывается в ближайшее время? Куда бросить свои кости в случае ближайших родов? Позвонить в наш роддом и уточнить не пробовали? Вчера врачи в роддоме в Рословле говорили, что теперь с Десногорска будут ездить в Рословль. Наш роддом будет закрыт с 1 по 14 октября. Дальше будет работать, как обычно. Роддом будет закрыт на плановую дезинфекцию с 1 по 14 октября. В этот период прием будет осуществлять Рословль. Чтобы разобраться в ситуации и понять, где истина, мы обратились к заместителю начальника по медицинской части Светлане Кашкаровой. Все так и есть. 1 октября в 8 утра роддом прекращает принимать рожениц. А 14 его двери снова откроются. В акушерском отделении действительно будет проводиться плановая дезинфекция. На протяжении этого времени гинекологи и акушеры бросать своих подопечных не собираются. Если экстренные показания какие-то начала родов или отхождения колоплодных вод, женщины обращаются также в роддом, как обращались раньше. Дежурит бригада акушерская. Дежурные врачи осматривают. И доставка их осуществляется в Рословль, в скорой помощи. Уважаемые женщины Десногорска, роддом обязательно откроется 14 числа. И мы будем всех принимать, как и принимали раньше, в 8 утра. Это мероприятие проводится ежегодно и каждый раз происходит одно и то же. Появляются разговоры об окончательном закрытии роддома. И каждый раз не находят подтверждения. Пока слухи распространяются, жизнь идет своим чередом. Малыши все так же появляются на свет. А женщины становятся счастливыми, взяв свое чудо первый раз на руки. Я уже постоянный клиент, уже иду за второй дочкой. Здесь все очень замечательно. Я очень ждала и успела в наш роддом. Как говорят, что с 1 по 14 числа роддом закроется. Не переживайте, это всего лишь временная мера. Здесь у нас очень хорошие специалисты, прекрасные врачи. Что может быть дороже ребенка и волнение мамочек по поводу родов вполне понятное. С 1 до 14 октября десногорские женщины, в зависимости от показаний, будут рожать либо в Рословле, либо в Смоленске. А затем наш роддом снова будет заполнен первым вскриком новорожденных и радостью новоиспеченных мам. Минтруд разработал проект по переносу выходных и праздничных дней в 2019 году. Ведомсти заявляют, что причина переноса – текущее нерациональное использование работающими гражданами выходных и праздничных дней. В связи с этим было принято решение, что праздничные дни 5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая. Также выходной день с субботы 23 февраля будет смещен на пятницу 10 мая. В Починковском районе сотрудники полиции обнаружили плантацию наркосодержащих растений. Подробности далее. Диспетчерскую часть полиции по Хиславическому району поступило сообщение о том, что недалеко от одной из деревень произрастают подозрительные растения. Данная информация подтвердилась. В ходе осмотра лесополосы сражепорядка обнаружили плантацию дикорастущей конопли. Было изъято 160 кустов наркосодержащего растения общей массой более 30 килограммов. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством конопля общей массой более 30 килограммов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В поселке Смоленских энергетиков Озерный открылся новый центр культурного развития. Он стал значимым подарком к 45-летию поселка, который отмечается в этом году. 19 сентября, в день 75-летия освобождения Духовщинского района от немецко-фашистских захватчиков, современный Дом культуры начал свою работу. Этого события жители Озерного ждали два года. В Центре культурного развития энергетик общей площадью почти в 1500 квадратных метров созданы великолепные условия для занятия хореографией, творчеством, музыкой, проведения концертов и фестивалей. Можно заниматься и спортом. На первом этаже большой танцевальный зал, кинотеатр, на втором помещение для работы кружков и групповых занятий. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 88 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 86 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 9 человек. При въезде и выезде из Смоленска появились памятные таблички. Не доезжая до трассы М1 с разных сторон движения, установлена вывеска с надписью «Здесь героическая оборона из Смоленска была спасена Россия». Она посвящена обороне города в 1609-1611 годах. Информационные дорожные знаки призваны рассказать проезжающим автомобилистам о местах воинской славы в регионе. Решение об установке исторических табличек было принято еще в прошлом году, а инициатором стало региональное отделение Российского военно-исторического общества. Госкорпорация «Росатом» запустила серию конкурсов для городов атомной отрасли под названием «Росатом вместе». Мероприятие направлено на популяризацию социальных проектов холдинга среди населения. Победитель получит грант на развитие своего города. Но для этого необходимо активное участие жителей. В эту среду на городской эстраде состоялась экспозиция, на которой десногорцы могли больше узнать о программах и о том, каким образом они могут поддержать свой город. В этот вечер была представлена выставка-презентация четырех социально значимых проектов, которые реализуются в нашем городе. Это слава созидателям, территория культуры, школа «Росатома» и гражданин страны «Росатом». За каждым проектом закреплен его куратор. Сегодня мы представляем проект «Территория культуры Росатома». Благодаря этому проекту в наш город приезжают многие известные актеры. Проходил совсем недавно большой интересный концерт «10 атомных песен». Проходит ночь кино. Многие выставки состоялись в нашем городе благодаря именно этому проекту. Реализация этого проекта очень важна для жителей, потому что без прошлого невозможно знать будущее. И я хотела бы обратить особое внимание, что каждый голос, который будет при голосовании, важен для проекта «Слава Созидателей». На сайте rosatomvmesti.atomgoroda.ru десногорцы могут проголосовать за лучший, по их мнению, проект. От активности горожан зависит, сможет ли Десногорск опередить своих собратьев-конкурентов и завоевать главный приз – 10 миллионов рублей на развитие города. Для привлечения внимания к проекту сотрудники Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами провели детскую игровую программу для маленьких жителей нашего города. Игровая программа была наполнена множеством веселых конкурсов, загадок, игр и эстафет. Ребята смогли поскакать на больших шарах, попробовать свои силы в скоростном запуске мыльных пузырей и вдоволь наобниматься с лесными зверятами. В конце праздника дети сфотографировались со сказочными героями. И, конечно, все участники получили сладкие призы. А теперь коротко о погоде. 21 сентября в Десногорске будет ясно, днем плюс 24, ночью плюс 11. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова